С начала месяца в Каннске полицейскими был обнаружен подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции и склад, где хранилось более 15 тысяч бутылок с нелегальным алкоголем на сумму около 3 миллионов рублей. Сотрудники Роспотребнадзора проводят активную работу, чтобы на полках магазинов не оказалось некачественного спиртного. Как нам рассказали в пресс-службе, накануне были проведены пробы 55 видов алкогольной продукции. Сейчас завершены лабораторные исследования 20 образцов, и, как выяснилось, все они соответствуют установленным нормам. Показателен внешний вид бутылки. Бутылка не должна быть загрязнена, иметь сколы, неровности. Колпачок не должен прокручиваться. Содержимое бутылки без примесей, осадка и других посторонних включений. Особенно тщательно нужно изучить этикетку. Она должна быть ровно наклеена, а нанесенная на нее информация легко читаться. Но травятся люди не только контрафактным алкоголем. Некоторые просто не знают меры, что приводит в итоге к передозировке. Сразу хочу сказать, что то, что потребление алкоголя бывает почти каждый день. То есть у нас после 12 ночи всегда у нас в травмпункт привозят тех людей, у которых, например, 6 человек, 5 человек всегда в алкогольном пьянении в тяжелой степени. Или один человек уже, ну, скажем, бывает в таком состоянии, что в бессознательном состоянии. Таких чаще всего спасают прохожие, видят лежащего в сугробе человека и вызывают скорую. В лучшем случае пьяный получает обморожение. В худшем его ждет летальный исход. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.